В эфире итоговая программа Вести Хакасия событий недели в студии Максим Соболев. Здравствуйте. Мы собрали самую важную информацию за минувшую неделю и вот чем запомнилась семидневка в материалах наших корреспондентов. Знаки движения 40-50. Мы ехали со скоростью от 70 до 80 километров в час. Все это было в пыли. Автобусы было просто не видно. Прокатились ветерком. В Хакасии массово проверяют автобусы. А родители тем временем боятся отпускать детей в поездки. Протяженность улицы Михаила Чабадаева в Абакане 1200 метров. Если верить карте, пройти пешком ее можно за 23 минуты. Проект гостей радиокомпании «Улица Героев» продолжается. Когда строится такой дом, это самый хороший знак, что люди здесь хотят жить долго. Открытие ждали десятки лет. У евреев Хакасии появился собственный священный дом-синагога. Среди жертв страшной аварии в Красноярском крае, которая произошла во вторник возле поселка Шишково, жителей Хакасии не было. Рейсовый автобус «Красноярск-Шарыпово» и грузовик столкнулись на 701-м километре федеральной автодороги М53 «Байкал». Всего в автобусе, по предварительной информации, находилось 43 пассажира. Среди них три ребенка. По уточненным данным, в результате аварии 28 человек пострадали, 11 погибли, в том числе два водителя грузового автомобиля. Транспорт принадлежал тому же перевозчику, авария с автобусом которого произошла 9 июля на трассе Енисей под Красноярском. Тогда столкнулись автобус, выполняющий рейс «Кызыл-Красноярск» и микроавтобус рейса «Лесосибирск-Шушенская». Погибло 11 человек. По поручению главы республики Минтранс Хакасии совместно с прокуратурой начал внеплановые проверки автотранспортных предприятий в республике. Особое внимание безопасности при перевозках детей. К сожалению, уже первые рейды выявили нарушения. Проверки продолжаются. Задумались о безопасности и сами жители. Все чаще родители, отправляя детей на отдых в загородные лагеря, возмущены условиями перевозки. Порой в транспорте нет элементарных удерживающих ремней. Елена Крылова подробнее. Кадры видеорегистратора автомобиля родителей, которые так и не решились садить ребенка в общий автобус. По трассе едет колонна в сопровождении экипажей ГИБДД. В ней несколько городских пазиков. Они едут в баланкуль. Причем быстро. Это были ограничительные знаки движения 40-50. Мы ехали со скоростью от 70 до 80 км в час. Все это было в пыли. Автобусы было просто не видно. То есть в 10 метрах автобусы было просто не видно. Никого не было видно пристегнутых ремнями. Ведь это все-таки дети. То есть о безопасности не шло вообще никакой речи. На трассе колонна делает остановку и водитель садит еще детей. В таком пазике 23 сидячих места. Притом безопасных для детей лицом вперед только 14. В баланкуле, по словам родителей, из одного автобуса выходит 27 детей. Шокировала их и сама процедура высадки пассажиров. Из одного автобуса выходят дети, рядом проезжает другой. В машине справа, в салоне еще люди. Однако за рулем уже никого нет. Мы просто ужаснулись. Мы позвонили в службу, дежурную часть МВД. Мы позвонили в прокуратуру республики Хакасия и попросили провести проверку, чтобы наши дети были перевезены в более безопасных условиях. Ответа, конечно, никакого не последовало. Никакой реакции тоже не последовало. Автобусы принадлежат перевозчику Александру Семенову. Комментировать ситуацию в компании отказались. Однако в телефонной беседе предприниматели признались, по их мнению, шумиху поднимают конкуренты на фоне последних событий. Мы не глупые люди от того, чтобы перевозить детей, на чем попало, а потом сесть в тюрьму. У нас транспортная инспекция проверяет автобусы по маршрутам и городским, и пригородным междугородним 10 раз в месяц. То есть мы примерно каждые три дня попадаем под контроль. Проверка инцидента началась только после того, как родители написали письменные обращения во все возможные инстанции. Одинаковые заявления легли на стол уполномоченному по правам ребенка, в прокуратуру и в ГИБДД. Впрочем, дать какой-то результат сегодня ни одно из ведомств не смогло. По закону проверка может длиться 30 дней. Между тем, следующий заезд тех же автобусов в тот же лагерь запланирован на 7 августа. К другим темам. Госинспекторы заповедников Сибири устроили проверку сами себе. На ежегодной встрече для специалистов парков Алтая-Саянского эко-региона лесники ловили условных браконьеров и нарушителей охраняемых зон. Оказывали первую медпомощь. Местом действия было выбрано озеро Иткуль. В заповеднике Хакасский представители из Красноярского и Алтайского края, республики Тывы и Хакассии 4 дня проходили обучение и делились опытом. У каждого региона свои проблемы и преимущества. Но в этом году организаторы решили разнообразить традиционный семинар. В программу включили соревнования. Одна из задач это как раз получение практического опыта, где инспектора уже не на теории, а работают вживую с настоящими нарушителями. Это требует определенной психологической и правовой подготовки. Все задания по сути это и есть ежедневная работа лесников. Всегда находиться в хорошей физической подготовке, знать все природоохранные законы. Работа госинспекторов заповедников довольно необычная. Они должны уметь все. Составлять правовые акты, ловить мелких нарушителей, даже браконьеров, метко стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Порою работа лесников похожа на настоящий детектив. Например, чтобы поймать браконьеров, госинспекторы из Красноярска выследили место их схода, а затем устроили засаду. Дело было зимой. В ожидании преступников лесники просидели полсуток на морозе. Чтобы не спугнуть преступников, огонь разводить было нельзя. Браконьеры, по словам лесников, настоящая головная боль. Это же отметили инспекторы из ТВ. Лесники ловят их практически каждый месяц. Охотятся в основном на виды, которые сейчас на рынке. Охотно скупаются. Это струя кабарги, лапы медведя, желчь медвежья. Но в последнее время соболь и струя кабарги. Особо ценные такие. Выследить преступника или найти потерявшегося человека в лесу – задача не из легких. Чтобы доказать свое умение, инспекторы прошли главный конкурс соревнований – ориентирование на местности. Каждый получил лишь примерные ориентиры для поиска нарушителя, либо пострадавшего. На карте были указаны знаки, по которым лесники должны были выйти на след. Более вот так по лобу, по низу, в траве. Они по порядку. Первый там, тринадцатый там. Соответственно, десятый ищешь, знаешь, где-то там. Ясно понял. По одной из легенд нарушитель пробрался в заповедную зону. Его нужно найти и выписать штраф. За этот конкурс самая быстрая команда получила больше всего баллов. По итогам победу одержали госинспекторы Хакасии. Второе место заняла сборная заповедника Алтайский. Третье досталось представителям парка Иргаки. Победительнице команде, всем участникам положены самонадувные коврики. За второе место – это набор посуды из нержавеющей ткани для приготовления еды в полевых условиях. И за третье место каждому из участников хорошие налобные фонарики. Количество участников с каждым годом будет увеличиваться, уверены организаторы. От каждого заповедника Сибири пока приезжают только по два участника, а спецподготовку должны пройти все. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. Знаковое событие в жизни еврейской общины Хакасии. В Абакане накануне открылся священный еврейский дом синагога. Прежде иудеи проводили молитвы и собрания, где придется. Открытие дома ждали с момента основания общины в республике. Не одно десятилетие. Торжественно поздравить верующих приехал главный раввин России Берл Лазар. Вот она, первая в истории Хакасии синагога. Еврейский центр в Абакане не имеет какой-то особой помпезности. Да и еврейская община в республике довольно немногочисленна. Но событие сегодняшнее довольно знаковое. Например, подобных центров нет в других, гораздо более крупных городах нашей страны. Ну а на открытие специально прибыл главный раввин России Берл Лазар. Когда строится такой дом, это самый хороший знак, что люди здесь хотят жить долго. И спасибо вам, всем представителям республики, города и так далее, общественной палаты, за то, что вы сегодня с нами. Открытие центра собрало не только евреев. Кто бы мог подумать, именно здесь и сегодня встретится Алексей Лебедь. Оказывается, председатель еврейской общины Абакана Григорий Пехотник, его сослуживец и боевой товарищ. То ли в шутку, то ли всерьез Лебедь признается, хоть сам не иудей, но при возможности сюда будет заглядывать. Это вот вопрос толерантности, так сказать, и народа всего, в широком смысле этого слова, и правительств, которые здесь руководят сейчас внести Российской Федерации. Я думаю, что это нормально, когда открываются церкви, мечети, моноголки. Если есть люди, которые верят в Бога, говорят, что Бог вообще-то говорит, что люди как один. А разные есть верования, ну что делать? Надо помогать людям. Это важно для всех жителей Абакана, Хакасии, наверное, всей России. Потому что это здание, из которого исходит доброта, теплота и праведность и честость. 15 лет назад, в момент создания, местная еврейская община насчитывала около 40 человек. Сегодня в несколько раз больше. Однако председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев отмечает, евреи давно играют не последнюю роль в жизни и развитии республики. Еврейская диаспора внесла выдающийся большой вклад в развитие Хакасии, ее экономику, культуру особенно, вся музыкальная культура, хореография, все, что современно есть за последние сто лет. Медицина – это как раз все становилось благодаря великим людям, которые здесь проживали и строили. Я уверен, что во всем мире уже станет известно, что сегодня открылся нагога в Абакане. Я надеюсь, что это будет даже толчок к тому, что евреи из всего мира будут приходить сюда. Может быть, работать, может быть, отдохнуть. Здесь природа прекрасная, люди просто добрейшие. Вот и перерезана красная лента. Попадая внутрь небольшого здания, удивляешься, как все уместилось. Залы для проведения праздничных мероприятий, библиотека, есть аудитории для курсов еврита. А вот молельный зал для общения с Богом. Здесь мы видим тфелин. Тфелин – это еврейский атрибут, он сделан из кожи. Это такие коробочки. Ее мужчина одевает на руку и на голову, и в нем мы молимся Всевышним. Это символизирует связь еврея со Всевышним, например. У нас здесь шкаф с книгами, с книгой Торы, с Сидуром, с молитвенником и еще многих еврейских книг. Открытие синагоги совпало с великим еврейским праздником Шаббат, который начинается в пятницу с заходом солнца. В этот момент женщины зажигают свечи, и все иудеи обращаются к молитве, оставив шумные поздравления. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Вы смотрите Вести Хакасия. События недели. В республике продолжается масштабная стройка. Апрельские пожары в Хакасии уничтожили тысячи зданий, из них практически 1300 жилые дома. Владимир Путин распорядился, чтобы к первому сентября люди справили новоселье. Успеем ли? Об этом моя коллега Наталья Чудина поговорила с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Новиковым. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Вот какими темпами сейчас у нас идет строительство жилья для погорельцев, и вот насколько вероятно, что не все пострадавшие успеют заехать к первому сентября в свои новые дома? Сейчас строители вошли в самую активную фазу, то есть получается мы наращиваем постоянно группировку, и на данный момент у нас уже больше тысячи домов находятся в разной степени строительства. Я могу сказать, что у нас готовы по этим домам практически все фундаменты, 80% это готовность по стенам, порядка 50% это кровельная работа, и сейчас ведутся активным образом отделочные работы. Так что правительство республики Хакасия, Минстрой, строители делают все возможное и невозможное, чтобы поручение президента было выполнено. И все же есть вероятность, что не успеем по некоторым домам, по некоторым населенным пунктам? Вот смотрите, у нас получается первый этап, это 1 сентября, и когда президент был на нашей территории, глава вышел с инициативой, чтобы часть домов, так называемое социальное жилье, перенести срок на один месяц, это на сентябрь, соответственно эти дома также будут достраиваться в сентябре. Но мы с детства знаем, что быстро не всегда хорошо, прекрасно понимаем, что будут наверняка какие-то недоделки, да? Не бывает такого, чтобы их не было. Вот за чей счет будут проводиться вот эти дополнительные работы, кто будет ответственен за них? Гарантийный срок эксплуатации домов 5 лет, поэтому в течение всего периода гарантийного, если будут выявлены какие-то дефекты, генеральный подрядчик будет обязан эти дефекты устранить. Это первое. Второе, на что следует обратить внимание. Все-таки мы считаем, чтобы таких недоделок было меньше, и потом каких-то нареканий. Мы приглашаем всех граждан, которые будут заселяться в новые дома, все-таки принимать участие в строительстве. Как минимум это отделочные работы, то есть строители готовы приобрести там клей, обои, но я думаю, что есть семьи, в которых достаточно сил, чтобы люди сами пришли, наклеили обои, сделали какие-то, ну такие работы, которые им посильны. Да, соответственно, если будут какие-то претензии, то претензии будут к самим себе. Я думаю, что человек, когда делает для себя, он все делает качественно. К некоторым населенным пунктам у нас особое пристальное внимание. К примеру, тот же Бейбулук, его жительница пожаловалась президенту, что строительство там практически не ведется. Позже оказалось, что оно все-таки там ведется. Вот расскажите, что это за ситуация такая, как сейчас у нас дела в этой деревне? Дела на данный момент идут нормально. То есть строители полностью приступили и развернулись по всем домам, по всему фронту. Дома также находятся в разной степени готовности. И там количество домов небольшое. Я считаю, что это, в принципе, тот населенный пункт, который у нас тревоги вообще не вызывает. Все, что запланировано, то будет сделано. Ну а почему все-таки жительница пожаловалась президенту? Это нужно спросить у нее. Действительно, у нас строители заходили в разное время. То есть там, где оперативно принимались решения, строительная группировка наращивалась очень быстро. И строители зашли буквально через несколько дней после пожаров. Где-то у нас сформировались бригады, они зашли там позже на неделю, на две. Но это не говорит о том, что будет какая-то сдвижка по времени по сдаче домов. Кроме жилых домов у нас сгорели две школы, два ФАПа, клуб и другие социальные объекты. Вот все они будут восстановлены. И когда? У нас в федеральное финансирование попало четыре объекта. Это две школы в Арджинькидзовском районе. Это деревня Кагаева, Кожухова. И в этих же населенных пунктах по ФАПу. То есть получается две школы, два ФАПа, они уже строятся. Причем строятся достаточно активно. Мы там никаких проблем не видим. Школы уже там идет процесс перекрытия. То есть готовы стены. Сейчас ведутся там, в том числе уже начинаются отделочные работы. Прорабатываются вопросы по приобретению школьного инвентаря. Соответственно, я думаю, что здесь тоже никаких сложностей у нас не будет. По ФАПам это модульная конструкция. Один ФАП уже готов. Второй находится в процессе сборки. Также в установленный срок, я думаю, даже раньше, ФАПы тоже будут у нас готовы к эксплуатации. По остальным объектам, действительно, в Ширинском районе там пострадала часть объектов. Это, например, там конно-спортивный манеж, библиотека, станция ЮНАТОВ. Там еще часть объектов, которые на данный момент решен вопрос, и они будут восстанавливаться за счет иных источников. В том числе это коммерческие предприятия, которые предлагают свою помощь. Разрабатывается также проектно-спортная документация. Мы здесь себе какой-то конкретной даты не ставим, потому что эти объекты могут быть построены, либо откапиталены чуть позже. Ведется подготовительная работа. Но вообще эти стройки, переброска сил рабочих в районы, серьезно замедлили наши главные республиканские стройки? Я думаю, это серьезно замедлило вообще все стройки. Каким образом? То есть понятно, что республика не готовилась к этой ситуации, и нам пришлось в том числе со всех объектов города Абакана, со всех без исключения снимать людей, чтобы бригады как раз занимались строительством домов в других населенных пунктах. У нас действительно был некий отток сил с наших республиканских объектов. Это и с музея, это и с лечебного корпуса, даже с перинатального центра. Сейчас ситуация восстановилась. То есть люди прибыли из других территорий, соответственно, группировка работает достаточная. И у нас музей в графике, лечебный корпус в графике. Действительно, по перинатальному центру есть... Там большое отставание. Да, отставание большое, по разным видам работ. Это и месяц, и два. По каким-то видам работ даже есть три месяца. Разобрались в ситуации. Сделал у нас новый график по ликвидации отставания. Я убежден, что до Нового года ситуация будет... Отставание ликвидировано. То есть мы также войдем и будем работать нормальным темпом. Ну, еще и республиканский музей у нас строится. Его планировали сдать к историко-культурному форуму. Форум перенесли на сентябрь. Стройка вроде как тоже продолжается. Когда объект будет сдан, когда мы сможем зайти в этот музей? Зайти можно хоть сейчас, но под присмотром строителей. Безусловно, ведутся отделочные работы. У нас ничего не поменялось. В принципе, так как сроки были перенесены, самого форума. То есть, соответственно, мы также сдвинули сроки в одной группе. То есть у нас есть ряд блоков, которые мы планируем сдать к форуму. Это не говорит о том, что у нас работы идут медленно. Просто мы выполним больший объем работ. И гражданам, которые придут, будет более комфортно находиться в этом помещении. А все остальное у нас идет в соответствии с нашим графиком. 2016 год – это год ввода объекта в эксплуатацию. Что и будет сделано. Все. Спасибо большое, что нашли время ответить на нашу вопрос. Проект ГТРК «Улицы Героев» продолжается. Сегодня Елена Крылова расскажет о малоприметной улице, которая носит имя Героя Советского Союза Михаила Ивановича Чебодаева. Село Аскиз – одна из многих улиц, вполне уютная, тихая и совсем безлюдная. Она носит имя Героя Советского Союза Михаила Ивановича Чебодаева. Об этом в начале улицы напоминает небольшая мемориальная доска. Такие в честь юбилея Победы установил местный совет ветеранов. Впрочем, о красноармейце Чебодаеве в Аскизе напоминает многое. В Парке Победы бронзовый бюст героя. Михаил Чебодаев родом из села Усть-Киндерла. Был призван на фронт в 19 лет в самом начале войны. Служил разведчиком. Звание Героя получил за отличие в форсировании Днепра. Его отец был рыбаком. И Михаил Иванович часто пользовался лодкой, тоже вместе с отцом. Он переправлялся через Абакан на лодке. И очевидно, ему было легко ориентироваться, легко грести и лодку переправлять через Днепр. И вот, значит, и там он одним из первых переправился через Днепр. Закрепил позицию. То есть он перевез, несколько раз возвращался туда, на левый берег, на правый берег, перевозя людей. Красноармеец Чебодаев с войны не вернулся. Он не дожил до Победы всего два с половиной месяца. Погиб в Прибалтике. Освобождает фашистов литовский городок Скодос. Теперь уже за границей Михаил Чебодаев и похоронен на воинском кладбище. В 2010 году, когда мы уже собирались пораньше выехать, нам, значит, сказали, пока нельзя, у нас каникулы. Я четыре месяца подготовку вела, переговаривалась. А, наверное, в годы перестройки я поняла, что памятник, наверное, снесли. И чтобы этот памятник какой-то восстановить, они тянули. То есть время им нужно было восстановить. Там уже новые памятники. Мэр района Стасис Вайнерас тоже заявил, что пока мы живы, пока будет памятник, за памятником уход. В советское время в Скодосе даже была улица Михаила Чебодаева. Но теперь для его имени в освобожденном литовском городке места уже нет. В Хакасии имя Михаила Чебодаева в Аскизе носит лице-интернат. Есть музей, посвященный герою. Улица в Аскизе появилась в 70-х. В Абакане в 59-м году. Протяженность улицы Михаила Чебодаева в Абакане 1200 метров. Если верить карте, пройти пешком ее можно за 23 минуты. Михаил Чебодаев провел на войне четыре страшных года. Он погиб за родину. Его подвиг, как и подвиги других советских солдат, навсегда вписаны в мировую историю. На всероссийской карте улиц Героев, улица Михаила Чебодаева тоже есть. Елена Крылова, Станислав Колченаев. Вести. Хакасия. События недели. Международный молодежный форум «Этнова. Теплая Сибирь» отмечает свое пятилетие. Юбилейное мероприятие пройдет в Аскизе с 1 по 5 августа в формате палаточного лагеря. На форум соберется молодежь со всей страны и ближнего зарубежья. Обсуждать будут то, что интересует саму молодежь. От предпринимательства до театра и режиссуры. На специальной пресс-конференции организаторы рассказали подробности. Активная молодежь Сибири в этом году соберется с 1 по 5 августа в Аскизе. Основная задача форума «Этнова. Теплая Сибирь», как и прежде, в вовлечение молодежи в активную работу в сфере политики, бизнеса, туризма. Работа в этом году пройдет по восьми площадкам. Тематика разная, к традиционным, таким как школа волонтеров, лаборатория молодых ученых и педагогов и ты-предприниматель, добавятся площадки «Конный туризм», «Медийная» и «Молодые театры и режиссеры». Здесь можно будет не только пообщаться с единомышленниками и поделиться опытом, но и разработать интересные проекты, которые впоследствии будут воплощены в жизнь. Большое внимание в этом году на форуме уделят языку, как русскому, так и хакасскому. Находимся на территории Аскиза и будем использовать национальные слова. Мы будем здороваться на хакасском языке, говорить спасибо на хакасском языке. У нас будет в рамках форума такой разговорный словарик, который мы будем использовать. Мы считаем, что это правильно, находясь на этой территории. В работе ЭТНОВЫ в этот раз, как и в прошлые годы, примут участие лучшие эксперты Хакасии, а также других регионов России – Москвы, Кемерово, Новосибирска, Красноярска. Бизнес-тренеры, педагоги, мастера народных промыслов расскажут не только, как начать свой бизнес, но и научат, что делать, чтобы не прогореть. Сегодня законы рыночной экономики заставляют предпринимателей, прежде всего, заниматься продажами, вне зависимости от того, насколько они сами по себе талантливы и хорошее производство организуют. Если у них не будет продаж, то не будет ничего. Мы постарались сюда включить управленческие компетенции, связанные с мотивацией персонала и работой с персоналом. Мы постарались, ну, держим, точнее, в голове, что мы будем учитывать еще и потребности самих участников. И в самом начале программы, безусловно, узнаем реальные потребности, реальные запросы этих участников с тем, чтобы скорректировать программу. Участники лагеря, как и прежде, будут жить в палаточном городке. Для них будут созданы все условия. Кстати, здесь можно будет не только хорошо поработать, но и отлично отдохнуть. На форуме предусмотрена разнообразная досуговая программа. От экскурсий по местам силы до чемпионата по лапте. Уже сегодня известно, участников будет больше сотни. Наталья Чудина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. Поработать с подлинниками не выезжая в столичный регион. Теперь такая возможность появилась у читателей Национальной библиотеки имени Доможакова. Там открыли электронный читальный зал президентской библиотеки Санкт-Петербурга. О том, как работает нововведение Олеся Калиниченко. Со стороны электронный читальный зал выглядит так. Небольшое помещение в республиканской библиотеке и три компьютера. Но за видимой простотой скрываются безграничные возможности. Президентская библиотека имени Бориса Ельцина – это хранилище уникальных исторических материалов и документов. Это дорого стоит, когда ресурсы таких мощных библиотечных структур, как всероссийского уровня и международного, оказываются для нас доступны. Мы действительно оказываемся в положении чуть-чуть более выигрышным, чем наши коллеги из мегаполисов. Так что, с моей точки зрения, очень радостное, важное для республики Хакасия событие. Уникальность президентской библиотеки в том, что все ее ресурсы оцифрованы и в электронном виде, доступны читателям в регионах. Сама библиотека имени Бориса Ельцина расположена в Санкт-Петербурге. За пять лет было открыто более 140 электронных читальных залов в 70 субъектах Российской Федерации. Сегодня любой житель Хакасии может прийти в республиканскую библиотеку и полистать древнерусскую литературу, дореволюционную газету или посмотреть редкие кадры кинохроники. Фонд президентской библиотеки включает на сегодня более 380 тысяч материалов. Это цифровые копии как печатных документов, официальных документов, кинохроников, выступления на научно-практических конференциях, видеолектории, фотодокументы, даже фотографии памятников, фотографии орденов. Все материалы в читальном зале можно классифицировать по нескольким направлениям. Это история, география, русский язык. В первую очередь здесь простор для научной работы историков и филологов. Конечно, сегодня можно все найти в интернете, но в электронном читальном зале нет информационного мусора. Студенты и преподаватели работают непосредственно с подлинниками, с авторитетными источниками. Для того, чтобы воспользоваться детальным залом президентской библиотеки, достаточно прийти в библиотеку, получить логин, пароль, то есть зарегистрироваться в библиотеке и пользоваться. Достаточно просто. Обычный поиск по ключевым словам. Есть поиск по каталогам, там тематические каталоги. И есть поиск по коллекции. В свою очередь президентская библиотека также заинтересована в дальнейшем сотрудничестве, а именно в пополнении своих фондов материалами из Хакасии. Это кровеческая литература, местные периодика, научные труды. Всё это станет общероссийским достоянием. Они берут наши газеты, это их очень интересует. Уникальная коллекция периодиков Хакасии военных лет. То есть там и наши республиканские газеты тогда областные, и газеты, которые выходили на территории наших других городов и районов. Электронный читальный зал работает без малого два месяца. За это время его посетили 20 человек. Немного, но сотрудники библиотеки уверены, это только начало. Наплыв студентов и преподавателей ждут в начале нового учебного года. Это была программа «Вести Хакасия. События недели» с обзором самых заметных событий минувшие семи дней. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok